Мы закончили на том, что евреи отвергли Иешуа этим стихом, и поэтому он опечален, он огорчен. Теперь в 5-6 стихе мы находим ответ, который Бог ему дает. Бог отвечает и ободряет его. В 5-6 стихе это как суммирование первоначального поручения этому слуге. И первая половина этого для того, чтобы спасти Израиль. И он это исполнил, чтобы Израиль собрался к нему. Трудность возникает только тогда, приняли ли они это, либо нет. И факт тот, что Иешуа умер и воскрес. Указывает на тот факт, что у евреев была возможность, есть возможность принять это спасение. Второй момент, как Бог его ободряет или напоминает ему, чтобы собрать Израиль в физическое место восстановления. Цель данная Богом слуги это собрать Израиль в физическом месте восстановления. Понимаем ли мы разницу? Первая цель это духовное спасение. Вторая цель физическое восстановление. Это означает возвращение в землю. Один пример. В шестом стихе также. Господь продолжает давать ему вторую цель, третью цель даже. Быть светом и принести спасение для других народов до концов земли. И Бог как его ободряет? Что из-за отвержения со стороны Израиля, затем стало возможным принести этот свет и это спасение для языческих народов. Если мы посмотрим на этот текст в контексте, тогда бы подумали, если бы Израиль не отверг Мессии, тогда возможно бы спасение не распространилось до языческих народов. Потому что если бы они приняли Его, тогда бы сразу мы перешли к Его царству, Его царствованию. И Он стал бы сразу царем над Израилем. Поэтому в этом заключался Бога план, чтобы некоторый период времени первые две цели немножко были отложены для того, чтобы спасение распространилось до язычников. Это может быть трудно понять, но это из-за того, что мы не смотрим на вещи с Божьей точки зрения. Мы видим вот столько. Бог видит вот столько. Это всегда так. В каждой сфере. В каждой сфере нашей жизни. Но также в каждой сфере Писания, что мы читаем, находим в Писании. Мы еще не получили полного откровения всего того, о чем написано в Писании. Мы можем думать так, что так оно есть. Я думаю, некоторые учителя так и преподносят это, что у них полное откровение. Они думают, что у них полное откровение, но это неправда. Я не верю в это. И я делюсь с вами тем, что я принял. И также я идеально знаю, что то, что я получил, может быть неполным откровением. Но я должен признать, что я вижу, то, что я уже вижу, оно уже меня очень делает радостным, радует меня в отношении того, кто такой Бог и что Он сделал. И я думаю, если бы у меня было полное откровение, я бы, наверное, уже там, наверху был где-то. Да? Да? Но мы должны радоваться уже по тому поводу, что у нас есть уже сейчас. В Иозаио 42.1 мы видели, что жент�ы бы как-то приобретут от пришествия Мессии. И мы до этого момента уже рассмотрели, как это произойдет. Что через их отвержение. Окей? Затем седьмой стих 49. Первая половина седьмого стиха подтверждение того, что Израиль отвергнет Мессию. И вторая половина седьмого стиха то, что отвержение будет некоторое время. И в один день Мессия будет принят. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираемому всеми, поносимому народом. Рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен. Ради Святого Израилева, который избрал тебя. Мы видим эту ссылку на тот факт, что будет отвержение. Но после времени они увидят Его. Как и в некоторых других стихах, они взят Того, Которого пронзили. И в тот момент они примут Его. Восстановление Мессии. Это в 8 стихе по 13. В 8 стихе, когда миссия Мессии для язычников завершается, тогда придет окончательное восстановление Израиля. В остальном отрывке до 13 стиха мы видим объяснение того, что такое окончательное восстановление. Мессия станет заветом для народа. Это единственное число. Поэтому таким образом мы видим, что это Израиль. И также видим, что в конце они примут Его. И когда Израиль примет Мессию, параллельно происходит восстановление собрания, восстановление тех, кто был изгнан либо рассеян. Это интересная мысль, такая идея, что не произойдет полного возвращения Израиля в землю, народа в землю израильскую, до тех пор, пока они не примут Ишуа как Мессию, как народ. Должно произойти национальное принятие. Таким же образом, как было национальное принятие либо принятие всей нации Бога в Торе, в Танахе. У Синая, когда Израиль сказал либо согласился с условиями Торы. Когда Моисей спустился, дал им указания, и весь народ ответил, мы сделаем и мы будем послушны. Они национально приняли Бога, что Бог будет их Богом. Таким же образом должно быть национальное принятие Ишуа. По моему пониманию, прежде чем произойдет полноценное возвращение евреев в землю. Поскольку происходит начало собрания народа. Но оно завершится когда Израиль примет. Принятие Израиля Мессии происходит потом воссоединение с собрания евреев. И так же в двенадцатом стихе одни придут издалека. Другие придут из земли синим, а синим это аналог Китая. Интересный момент. Китайские евреи придут. Это не сомнение это было 同じ значение в Танахе. Хотя есть сомнение по поводу того, что это подразумевалось в Танахе значение. Но интересно что в наши дни понимают что это Китай. И как я знаю из sources которые имеют продолжительные обнаружения евреев конклейв в Танахе. Интересно что под современным данным происходят продолжают находить еврейские общины в Китае. Совсем недавно я встречался с человеком который посещал северный Китай. И он посетил одну деревню либо где он увидел доказательства еврейского наследия там. Например в древних документах там есть изображения Миноры звезды Давида и также некоторые традиции и праздники которые они отмечают. Очень сильно напоминает на то что мы видим Писание очень сильно похожие и также то что мы видим в Израиле сегодня. сотни лет эти люди никаких контактов не имели с Израилем и евреями. Это интересно. по крайней мере можем сказать что это намек на то что где-то на востоке если остатки евреев там где-то на востоке они возвратятся. И также интересно то время когда Исаи писал эти слова евреи тогда еще находились в земле и не были россияны. нигде их не было нигде они еще не были россияны ни в Китае нигде. И во времена Исаи это вообще было бы самое последнее место где можно было попытаться найти еврея. Во времена Исаи. Okay. You can think about that. Let me give you a summary here. Потому что они не были россияны тогда. at the present time Yeshua is still being rejected as Messiah by Israel as a nation. Okay. We all know that there are messianic believers in Israel. And that number is growing. But when I talk about this I'm talking about Israel as a nation. it is often said that if Yeshua had really been the true Messiah then he would have been welcomed by the Jewish leaders of his day. Yeah. That's often an argument that is thrown at me by some Jewish people. that if it was true then they would have seen it and they would have known it. The problem with that is that this passage in Isaiah makes it very clear that the exact opposite would happen. Every man who has been held as Messiah by Jewish leadership has been proved to be a false Messiah. Isaiah specifically prophesies here that Messiah will initially be rejected. So we have to say that rejection has become our rejection by the nation of Israel has become one of the credentials of true Messiah-ship. So we have to say that it is a false proof of true Messiah-ship. And therefore Israel's national rejection of Yeshua actually substantiates his claim. And even the national rejection of Yeshua more of the Messiah-ship. It is the fact. The purpose of the rejection was so that God could bring salvation to the Gentiles. for a limited time there will be more Gentile believers than Jewish believers. And for a limited time there will be more Gentile believers in Acts 15 verse 14 God is said to be taking from the Gentiles a people for himself. as God said God избрал некоторых людей из язычников для себя. Okay? In Romans 11 25 and 26 там сказано что это будет продолжаться пока не войдет полное число язычников. And so at that time all Israel will be saved. Note that these things were written by the Jewish leaders of the first Jewish community in Yerushalayim. Так весь Израиль ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. И заметьте что эти слова написал Павел еврейский лидер. Okay there is a lot of discussion about that statement the full number of the Gentiles. Очень много дискуссий происходит по этому поводу что это такое полное число язычников. Что это точно значит. я понятия не имею. Много комментариев многие дают люди. Но из Писания я не могу полностью понять хорошее понимание иметь. Очевидно что у Бога есть что-то там на уме о себе. будь это какое-то точное число количество я не знаю или нет. Только Бог знает. Но когда это время придет Он знает. This present time will continue until the church is numerically complete. можно сказать такое положение вещей будет продолжаться пока численно церковь не будет завершенной. в тот момент может произойти восхищение. Да. И также много дискуссий ведется по тому поводу когда восхищение должно произойти. Но оно произойдет. восхищение произойдет. И в тот момент будет иметь дело с Израилем. Национально как Павел сказал весь Израиль спасется. Павел отталкивается от того что написано в Исаии 49 7 в первой половине стиха. Искупитель Мессия презираем поносим народом. Но позже он будет почтен поклониться ему князя поклониться ему цари по всему миру. хорошо. Хорошо. So there we have a summary of that and we will move on. We now come to Isaiah 50 verses 4 and 9 is a rich source of information over the Messiah. in Isaiah there a lot of information and a lot of information to know about Messiah. Okay. At this point I'm going to ask Tatanya if she will translate exactly my quotation of the scripture verse that we're talking about. I have a reason for that. You can look in a little while in your own translation but now just listen Adonai Elohim has given me the ability to speak as a man well taught so that I with my words know how to sustain the weary each morning he awakens my ear to hear like those who are taught Adonai Elohim has opened my ear and I neither rebel nor turn away I offer my back to those who struck me my cheeks to those who plucked out my beard I did not hide my face from insult and spitting for Adonai Elohim will help this is why no insult can wound me this is why I have set my face like flint knowing I will not be put to shame my vindicator my vindicator is close by let whoever dares to accuse me appear with me in court let whoever has a case against me step forward look if Adonai Elohim helps me who will there to condemn me here they are all falling apart like old moth-eaten clothes okay you can now read if you want your own translation verses what four four it's Isaiah 50 verses four to nine I think nine 5 10 5 10 глава 4 по 9 стихи Господь Бог дал мне язык мудрых чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего каждое утро он пробуждает пробуждает ухо мое чтоб я слушал подобно учащимся Господь Бог открыл мне ухо и я не воспротивился не отступил назад я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим лица моего не закрывал от поруганий и оплевания и Господь Бог помогает мне поэтому я не стыжусь поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю что не останусь в стыде близок оправдывающий меня кто хочет состязаться со мною станем вместе кто хочет судиться со мною пусть подойдет ко мне вот Господь Бог помогает мне кто осудит меня вот все они как одежда обвечают мол съест их это очень трогательные стихи того что произошло с Ишуа и иногда я тоже плачу когда читаю эти стихи когда я осознаю через что прошел Ишуа ради меня давайте больше посмотрим более присталь на эти стихи в начале здесь он говорит о том что у него способность говорить как человек хорошо обученный причина по которой я прочитал свой перевод это самый ближайший перевод к ивриту к оригиналу можно сказать как точное чтение на иврите в новом завете мы встречаем историю Ишуа в возрасте 12 лет это единство в книге где мы имеем вне отклинать о том что случилось между 0 и 30 лет это единственное упоминание о том что произошло в возрасте его рождения и до 30 лет не много мы можем найти его молодости его детстве но здесь это упоминание есть когда он впервые пошел в храм 12 лет Луки 2 главе стихи 41-50 к возрасту 12 лет как большинство еврейских мальчиков еврейских 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 писаний он был абсолютно наученным подготовленным еврейских писаниях и смог вести глубокие теологические дебаты с учителями сказано что его познание писания было таким что удивило учителей в храме находящихся более того когда мама его упрекнула за то что он остался в храме он отвечает разве ты не знаешь что я должен быть в доме своего отца моего отца Мириан мама Мириан мама ты сохраняла все эти слова в своем сердце ты знаешь очень легко мы забываем и также из этого утверждения мы видим что к возрасту 12 лет Ишуа знал что не Иосиф его отец хотя он слушался его относился к нему как отцу он знал что отец Бог его отец и в том возрасте он знал что он будет Мессия Израиля поскольку это ясно что в своей человечности Ишуа не был вездесущим как как он приобрел все знания и как он этому научился в новом завете нет объяснения этому некоторые аспекты жизни Ишуа открываются нам только в Танахе и это один из таких примеров поэтому очень важно знать что Танах говорит о Ишуа для того чтобы у нас была полная картина в этом отрывке Исаия 54 9 это образ процесса обучения через который прошел Ишуа в 4 стихе это учеба процесс обучения слуги отрока мы можем предположить представить что когда он еще был мальчиком в Назарете каждое утро Ишуа пробуждался просыпался его пробуждал его отец в ранние часы утра чтобы получить указания это не был Иосиф в тексте нам говорится что что это Адонай Лохим пробуждал его таким образом Ишуа узнал кто он есть чем была его миссия и как соответственным образом вести себя реагировать сам Бог был его учителем нам не сказано каким именно образом это происходило просто ли он слышал как отец говорит с ним либо же отец являлся ему но мы видим что Адонай Лохим учил своего сына в 5-6 стихах мы видим что Ишуа обучился всему что нужно было он понял что ему нужно умереть страдать и умереть и ко времени публичного служения Ишуа он не был бунтарем и он не уходил не скрывался не уходил он шел вперед смело и когда пришло время как описано в 6-ом стихе он добровольно подчинился своим мучителям мучения описаны также в Евангелиях когда над ним производился религиозный суд а потом гражданский суд суд в начале он перестал перед религиозным судом а потом гражданском суде и мы прочем некоторые стих отрывков Иоанна 18 стихи 22-23 и она 22-23 когда он сказал это один из служителей стоявший близко ударил Иисуса по щеке сказав так ты отвечаешь первосвященнику Иисус отвечал ему если я сказал худо покажи что худо а если хорошо что ты бьешь меня и это можно сравнить отрывком из Исайи что мы изучаем Исайя 50 главы и как они соответствуют друг другу Луки 22 63-65 Люди державшие Иисуса ругались над ними били его и закрывшие его ударяли его по лицу и спрашивали его про реки кто ударил тебя и много иных холений произносили против него Марка 14 65 И некоторые начали плевать на него и закрывая ему лице ударять его и говорить ему про реки и слуги били его полонитом Матфея 27 26-31 Матфея Матфея и смехались над ним говоря радуйся царь иудейский и плевали на него и взявши трость били его по голове и когда насмеялись над ним сняли с него багряницу и одели его в одежду его и повели его на распятие сняли 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 и в Марка 16 главе похожая история тоже она очень похожа на Матфея 27 и видно что во всех Евангелиях 4 там говорится о том о чем было пророчество в Иса 50 главе мы видим как он претерпел все это все страдания приведшие к его смерти хотя именно в этом отрывке нет упоминания о его смерти причина по которой он смог пройти через все это он знал что Бог был с ним постоянно я верю что когда мы знаем что Бог с нами если мы знаем что мы ходим с Богом то это даст нам способность пройти через многие трудности которые бы иначе мы не смогли вытерпеть снова все это сводится к взаимоотношениям у Ишуа были взаимоотношениям с отцом он знал его как отца он его почитал как отца у него были близкие отношения общения с отцом отец общался с ним и он знал что всегда там находится всегда рядом и здесь подводя итог Исаия 50 4-9 Мессия был особенно подготовлен Богом Отцом во-вторых Мессия характеризуется страданием третий Мессия будет послушным что он подчинил себя физическим издевательствам теперь мы переходим к очень большому отрывку на которое нас уйдет некоторое время этот раздел начинается с Исаия 52-13 и до конца 53-й главы это зависит от того как разделена ваша Библия в некоторых переводах только 53-я глава указывается давайте посмотрим я верю что нужно прочитать полностью весь отрывок а потом будем разбивать его на части чтобы услышать отрывок весь в контексте хотел бы прочитать этот отрывок один из этих молодых людей да голос молодого человека звучал ok давай yeah go ahead ok let's just see let's just see that we begin in the right place it begins with see how my servant will succeed where does that begin with you is that Isaiah 52-13 yeah ok Isaiah 52-13 through to Isaiah 53 verse 12 вот раб будет благоуспешен возвысится и вознесется и возвеличится как многие изумились смотря на тебя сколько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих так многие народы приведет он в изумление цари закроют перед ним уста свои ибо они увидят то о чем не было говорено им и узнают то чего не слыхали господи кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца господня ибо он взошел перед ним как отпрыск и как росток из сухой земли нет в нем ни вида ни величия и мы видели его и не было в нем вида который привлекал бы нас к нему он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни и мы отвращали от него лице свое он был презираем и мы ни во что не ставили его но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни а мы думали что он был поражаем наказуем и уничижен богом но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас он истязуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден был он на заклание и как агнец был предстригущим его безгласен так он не отверзал уст своих от уз и суда он был взят но род его кто изъяснит ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего потерпел казнь ему назначили гроб со злодеями но он погребен у богатого потому что не сделал греха и не было лжи в устах его но господу угодно было поразить его и он предал его мучению когда же душа его принесет жертву умилостивления он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукою его на подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его он праведник раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то что предал душу свою насмерть и к злодеям причтен был тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников сделался ходатаем аминь аминь thank you ok this is in fact the most crucial passage in the whole book of Isaiah this long section of Isaiah is so clear in its description of the suffering Messiah that it has caused enormous problems for teachers of Judaism it is quite common today to hear Rabbi say that this passage speaks not of Messiah but of Israel suffering in a Gentile world they may even go as far as to say that this has always been the traditional view but at this point they are entirely dependent upon the ignorance of their listeners at this point they are entirely dependent on the ignorance of their listeners all of the ancient Jewish writings the Mishnah Gimara Talmud and the Midrashim and many others all regard this portion of scripture as revealing or relating to the messianic person the first rabbi to suggest otherwise was Rashi around 1050 AD every rabbi I prior to Rashi without exception yeah viewed this passage as describing the messiah okay are we clear on that yeah because there is a difference between what the rabbis teach today than what the traditional Jewish commentaries and writings describe when Rashi first proposed that this passage spoke of the nation of Israel it sparked a fierce debate amongst his contemporaries the most famous of these was Rambam and the most famous of these was Rambam yeah perhaps better known as Naimonides yeah Rambam stated very clearly that Rashi was completely wrong and Rambam said that Rashi ошибается absolutely not in going contrary to the traditional Jewish viewpoint now at this point we can't go into all of the commentary and all of the arguments that then took place some of these things you just have to take from me at this point if you do have questions on this I can talk with you about it as messianic believing Jewish evangelists began to make use of this passage it caused quite a stir and therefore some reaction and therefore some reaction this increased with the Gentile believers also using this passage as a messianic passage and from about 1,800 and from about 1,800 and an increasing number of rabbis found Rashi's view an attractive way of countering the Christian teaching all and more and more ravines began to hold opinion Rashi to do 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 as we read through this passage we will show that there are several statements which could not possibly apply to a nation of Israel also today this passage is not read in synagogues public readings of Isaiah will jump from Isaiah 22 to Isaiah 54 don't believe me go to a synagogue when they're doing it if you don't believe me go to a synagogue when they're doing it if you don't believe me then go to a synagogue when they're doing it it happens it's unbelievable they just go whoops it's just it's just it's just it's just it's just it's just we have seen previously in Isaiah 49 that it is said that the Messiah would at first be rejected by Israel but eventually would be accepted at some later stage this passage of Isaiah is also dealing with that final acceptance which is still in the future when the leaders of Israel will acknowledge their failure at Messiah's first coming and using these very words in Isaiah will make their national confession this description of Messiah then is not given as something still to happen and this is not given as something still to happen but from a point of time in the future again say it again I thought you'd have trouble with this one what's the difference should not happen but to the future yeah this description of Messiah then is not given as something still to happen in 50 yeah but from a point of view of time in the future immediately prior to Messiah's second coming and looking back to his first coming and it's actually a prophecy of Isaiah which is in one sense still in the future because what he is prophesying about here is the time when Israel as a nation begins to see that Yeshua is indeed the Messiah and therefore make a confession about their failure to see what is described here that it indeed took place in the past and that it happened in the past and that it was in the past and that it was in the past was in the past I know that this concept is a little bit difficult to understand because we think that Isaiah is actually prophesying about the about the death and and suffering of Yeshua and in one sense that's true but what he's actually doing is he's prophesying about the time when the leaders of Israel as a nation will realize that indeed is sure in the time 2000 and a bit years ago was indeed the Messiah that they should have been accepting okay we'll take a little break at this point